Я вообще не люблю обзорную тягомотину. Хочется узнать главное и интересное. Вот они там медленно распаковывают, читают инструкцию, показывают комплектацию, как все это собирать. Да все это умеют. Давайте сразу начнем с интересного. Я набрал целую кучу всякого, чтобы попробовать поварить и показать вам. Тут всего полно. И очень тонкая сталь, и всякие пилки, гвозди, тонкий и толстый металл, шпильки и муфты. Есть нержавейка, тонкая медная трубка, листовая медь, цинковые слитки и конечно алюминий. Чуть позже по ходу видео покажу по-быстрому сам аппарат. Панель управления, как называется, и что за моделька. Также за сколько он продается и где он продается. Ну и по сопутствующей мелочевке немножко. Что такое холодная сварка, cold welding? Это режим аргонодуговой тиг сварки. По большому счету, эта сварка мощным коротким импульсом. Я много посмотрел всякой информации, и это название объясняют по-разному. В основном холодная она, потому что она позволяет не перегревать металл. И позволяет варить металл от больших до очень маленьких толщин. Этот аппарат у меня всего пару недель. Я о нем давно мечтал, и вот наконец-то. Никогда тигом я не пользовался и не варил. До этого только электрод. Поэтому я новичок в этом деле, но я усердно учусь. Пересмотрел неимоверное количество видосов. Море каналов, гори дуга, супертик, тиктула и многие другие. Там ребята так варят, я вообще просто в шоке. Пока я осваиваю сварку без прутка. Очень многое впереди, чему нужно еще научиться. И с алюминием пока, ну не очень получается. Так что если есть среди зрителей аргонщики, советы, замечания и лайфхаки, очень приветствуются. Ребята, оказалось тик-сварка это не просто вид сварки, а отдельное, увлекательное и интересное хобби. Это реально цепляет и очень завораживает. Даже так вышло, что от радости я когда все подключил, варил весь день. И варил, к сожалению, без футболки. На следующий день облезли плечи и грудь. Короче, перезагорал, как будто уснул на пляже. Даже в голову не пришло, что так нельзя. Ну теперь знаю. Эта сварка всего лишь инструмент. Но этот инструмент дает возможность самому воплотить жизнь в самые невероятные проекты. Например, варить нержавейку. А преимуществ у нержавейки огромное количество. Она может то, что не может дать обычный листовой металл, например. А алюминий. Превосходный материал, который можно обрабатывать дома. Переплавлять из хлама. И с алюминием этот аппарат тоже справляется. Нельзя забывать и про титан. Хоть и не очень дешевый металл, но прочность его и легкость будут всегда востребованы. И многие другие металлы, с которыми может справиться сварочник. Различные марки сталей, цинк, медь, различные сплавы, латунь, бронза и так далее. Это всего лишь инструмент, но для человека он дает возможность. Возможность сделать больше, выйти на новый уровень, познавать новое. Но вы же знаете, кто хочет, ищет возможность. А кто не хочет, ищет оправдание. Ну давайте ближе к делу. Я не могу сказать, что этот аппарат лучший. Во-первых, это мой первый TIG сварочник. Есть аппараты намного лучше. Всегда есть что-то лучшее. Это один из самых подходящих для меня аппаратов по соотношению цена, качество и возможности. В России именно эту модель я найти не смог. И заказывал на Алике, у официального магазина производителя. Ссылку на магазин и на сам аппарат я оставлю в описании под видео. И сразу скажу, это не реклама. Я оплатил полностью стоимость этого аппарата. Ждал доставки целых три месяца. Даже спор открывал, по срокам они не укладывались. У аппарата целая куча всевозможных функций. Он может варить как переменным, так и постоянным током. Режим холодной сварки также на переменке и на постоянке. Регулируется ток и время импульса. Есть импульсный режим сварки. Также везде доступен. Много различных настроек. От частоты импульса и амплитуды до баланса и частоты. Минимальный ток аппарата 10 А. Максимальный 250 А. Для меня пока больше в принципе даже и не нужно. Но в аппарате нет режима 4Т. Только 2Т. Но я как-нибудь это переживу. Кнопку сварки могу и подержать. Есть возможность подключения педали. У меня ее нет и вообще я не знаю нужна ли она мне. Ну а если понадобится, сделаю конечно же сам. Но чтобы много не разглагольствовать про все технические данные, по ссылке есть все характеристики аппарата. Я брал полную комплектацию. Пришло аж три различные горелки. Не разобрался еще, для чего именно три. К ним около 30 различных сопел с разными цангами и так далее. Также прислали комплект со стеклянным соплом и какой-то сеточкой. Вроде это газовая линза. По-моему она так называется. И две коробки с вольфрамовыми электродами. Серого и зеленого цветов. Так, про комплект вроде бы пока все. Теперь что по ценам. В России сейчас достаточно много моделей сварочников этой фирмы. Из них есть и комбайны. 3, 4, 5, 6 и все это в одном. И так далее. Но мне многие в комментариях советовали комбайны не покупать. Ребята, спасибо вам за комменты. Комменты всегда реально выручают. Я очень долго мечтал о Тиге. Мне казалось это так красиво. И я не ошибся. Это реально волшебно. Короче, я решил если выбирать, то чтобы аппарат все мог. Но относительно все конечно. И переменный, и постоянный ток. И новый режим Coldwell. Холодной сварки. С режимом так называемой холодной сварки есть и другие модели у них. Короче, выбор широкий. Оставлю ссылочки. У себя по месту уже купил редуктор аргоновый. Самый дешевый. Обошелся в 200. Кучу различных прутков для сварки. Различного диаметра из различного металла. Они там ну совсем дешевые. И БУ газовый баллон. Сразу поменял его на заправленный. Баллон обошелся около 6000. Заправка 700 рублей. Аргон иногда коптит. Я так думаю, что это из-за его чистоты. Аргон марки ВЧ найти не удалось. Да этот ты еле нашел у нас. Вот такой вышел обзор. Я сразу предупреждал. Обзорщик я тот еще. У меня уже очень много идей, которые буду тут опубликовывать. Так что, как обычно, лайкос, подписка, колокольчик, кому понравилось. Друзья, не забудьте про прошлый видос на канале. Многим будет очень полезен. Если не как конечный результат, то как методика изготовления и принцип работы. Советы, рекомендации и лайфхаки, конечно же, приветствуются. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео, за ваши оценки и комменты. Жду вас снова на канале. До свидания, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok